Значит, как определить эти синдромы? Были такие положения, что их определить нельзя, и это можно было встречать еще в трудах Майер-Гросса, такой известный был в Тихиатах, в 60-м году, и даже наших, и Морозова, и Тиганова, но уже Снименевский, например, определял, но определял так совершенно вообще. Грубое нарушение, отражение реального мира и во внутренних связях, и во внешних. Ну, абстрактное познание – это, скорее, основа на представлениях, на каких-то знаниях, которые получены, а во внешних чувственное познание – это, значит, то, что получается из них. Значит, но все-таки, я думаю, что стоит, если есть понятие, все-таки его определить и найти его определение. Я думаю, что это стоящее занятие. И вот с Тамарой Ампириной мы попытались определить это так, что это разновидность синдромов нарушенного сознания, протекающего с преобладанием продуктивных расстройств – иллюзий, галлюцинаций, бреда, автоматизма. В отличие от синдромов угнетения и выключения, ну, если всем известно, да, оглушения, сопа, кома, при котором доминируют признаки выпадения психических процессов. Значит, как синоним можно рассматривать продуктивные психиатические расстройства сознания. А вот термины спутанность, делирия, являются не синонимами помрачения сознания, а вариантами. Отдельное есть суждение по поводу спутанности, что оно где-то находится в промежуточном положении между синдромами угнетенного сознания, выключения сознания, да, и синдромами помраченного сознания. Что в спутанности есть признаки как продуктивные, так и негативные, и они где-то в равной степени представлены. Вот если взять критерии гигнастики повращения сознания, здесь напишем, что Калл Ясперс – это 973 год, на самом деле он начал свою психопатологию писать сто лет назад. Вообще Ясперс – он одновременно и философ, и психолог, и клиницист, философ, который пришел в психиатрическую клинику и совершенно гениальным образом описал эту психопатологию, в том числе с точки зрения и клиницистов, и философии. Сейчас издали на русском языке огромный том на тысячу страниц, и, в общем, каждый раз, если какие-то сомнения возникают в определениях или еще, мы возвращаемся к истокам, и вот Калл Ясперса книга «Общая психопатология», рекомендую вам иметь эту книгу в виду. И вот у него он приводит, и на это ссылается до сих пор, он сто лет назад сказал, и до сих пор ссылается, до сих пор это актуально. Четыре критерия диагностики помрачения сознания. Если вы будете смотреть, скажем, на Тяганово, в психиатрических руководствах, то там будет отрешенность. Но отрешенность от реальности – это первый пункт, да, отрешенность от реальности. Но отрешенность – это как бы сознательный выбор человека взял и отрешился, да, или там по каким-то причинам отрешился и в таком состоянии, в каком отрешенном находится. Более правильный перевод – скорее отстраненность, а еще можно переносить как отвернутость от реальности. И, соответственно, отрывочность и ослабление вплоть до отсутствия восприятия этой реальности и понимания. Вторым критерием является дезинфицировка, обязательно ауто-психическая, ауто-психическая, ауто-психическая в окружающем. А вот ауто-психическая – она не всегда в больницком расчетном сознании, она не всегда нарушается, или нарушается далеко не полностью, например, при билине. При анороге она нарушается полностью. Третий компонент – это бессвязность всех психических процессов. Не только мышление и речи, как это можно часто встретить в руководстве, но и поведение, эмоции, эмоциональных реакций, которые неадекватны, не соответствуют действительности. И четвертое – это отсутствие запоминания, что в дальнейшем можно обнаружить по полной или частичной амнезии на период психоза. Причем чаще забываются именно реальные события, происходящие. А вот то, что происходило в психозе, иногда, особенно при анороге, оно помнится, и даже, наоборот, слишком хорошо помнится при анороге. При делирии оно частично помнится, при солнечном состоянии совсем не помнится. Ну, вот попытались тогда с Тамарой Амплиевной как раз обобщить все представления о разных формах нарушенного сознания. Вот тут как раз можно обнаружить. Сейчас попробую. Нет, попробую. Чего там? Все, я понял. Уже лучше. Уже сориентировался. Так, значит, вот это синдромы, да, если говорить о синдроме выключения сознания. Дальше идут синдромы, как бы, включения сознания. Вот вегетативный статус известный, вот там, посттаматозная спутанность. Значит, синдромы дезинтеграции сознания и синдромы реинтеграции сознания, спутанность, я знаю, корсовский синдром, скажем. И вот как раз вот если говорить синдром помéraчения сознания в чистом виде, еще раз повторяю, это делирия, аноролуид и сумерчное состояние сознания. И отдельно, вот Тамар Амплиевна и вот мы, в том руководстве по нейротравме, мы отдельно рассматривали спутанность как нечто промежуточное между синдромами угнетенного сознания и синдромом дезинтегрированного сознания. По классическим представлениям Марьяну Буревичу синдромы дезинтегрированного сознания – это синдромы, характерны для преимущественно полушарного поражения, а синдромы угнетения сознания – это синдромы, характерны для стволового поражения. Но потом оказалось, что это не совсем так, потому что речь идёт не только о порождении структур, но и о связях между ними, но в этой лекции не об этом. Так, это мы немножко в другую сторону. Да, ну вот, если говорить, опять же, это уже такие оформленные представления Натальи Николаевны Брагиной, которая работала у нас в реанимации долгие годы и вдохновляла нас на понимание того, что происходит с больным, что вот как раз, конечно, при, скажем, преимущественно стволовом поражении… Так, я уже… Преимущественно стволовом, там, стволово-подкорково-денцифальном поражении скорее будет угнетённое сознание, предподкорковым тоже более вероятно, а вот прикорково-подкорковым вот уже возможно. Ну, скорее будет синдром спутанности, а если более лёгком повреждении мозга, то и синдром помрачённого сознания. Так, давайте так. Ну, вот, если говорить о конкретных примерах, затяжные расстройства сознания – это главная особенность современной нейрологической клиники. И, конечно, вот если говорить об угнетённом сознании, чаще всего речь идёт об ограниченном контакте с пациентом, да, он не постоянно, а то и вовсе отсутствует как бессознательное состояние, в то время как, скажем, дентегрированном сознании, это чаще всего речь идёт о том, что контакт какой-то есть, но можно обнаружить по поведению, по репликам, по элементам беседы, что больной дезориентированным окружающим. Классификация синдромов помрачённого сознания. Значит, по клиническим признакам, в первую очередь, делирий, как я и говорил, амироид, сумечное состояние сознания. Ну, вот, можно ещё сюда отнести аменцию. Ну, аменция в переводе тоже, она может обозначиться как скутность. Надо сказать, что вот эти термины, вот стремление, вот которые, становление учения по мрачённому сознанию, была тенденция, скажем, ещё до, скажем, Ясперса, всё называть, например, аменцией. Или всё называть, вот сейчас тенденция, всё называть делирием. Ну, если разобраться в терминах, конечно, они вот аменцией, да, аменцией – это разум, аменцией – неразумность. Вообще, на самом деле, то же самое с делирием я там потом покажу. То есть делирия – это, в принципе, выход из борозды. Лира – это борозда с гряды, то есть, ну, сход с катушек. То есть, совсем термин совершенно не специфический изначально. Другое дело, что сейчас подразумевается под этим термином. Значит, второй пункт классификации. Да, а у нас всё называлось спутанностью, вот, скажем, если взять Осипова, 26-й год, все вот эти синдромы спутанность с делирием, спутанность вот с чертами аминероиды и так далее, то есть, всё называлось спутанностью. Но более продуктивно всё-таки различать эти состояния. Значит, по патогенетическим механизмам, да, значит, можно выделить интоксикционные чаще делирии, дезинтегративные чаще спутанность. Вот как мы недавно обнаружили, что вот спутанность, она наиболее затягивается, когда идёт разобщение, скажем, между лобными долями головного мозга. Значит, эпилептическое чаще будут сумерки, сумеречное состояние автоматизма. Эндогены чаще нароют. Эндогены имеются в виду, в общем-то, скорее, шизофренический спектр. И стрессовые — это аффективно суженное сознание с грубыми и стереоподобными поведениями, когда острая ситуация, как острая лекция на стресс. Значит, по преобладающему поражению мозговых структур левополушарный, к которым ещё Тамара Амфриевна относила чаще, сумерки, автоматизмы, можно сюда отнести речедвигательную спутанность, правополушарные, чаще анороид, сновидные расстройства, амнестическая, амнестико-когуляторная спутанность и неспецифическая, делирий. Но делирии, в принципе, вот по Тамаре Амфриевне доброхотовой, чаще тоже по поведению можно предположить, что преимущественно, потому что больной тревожен, беспокоен, можно предположить, что преимущественно страдает левый полушарий головного мозга. Но делирии тоже бывают разные. Да, и по преобладающему поражению медиаторных систем можно выделить холинолитическое состояние, то есть это вот как описывается в литературе, может быть, в художественной встрече, эти белины объелся, да, такое выражение. Но это вот холинолитическая спутанность. И катехоламиновое, более известное, которое как раз очень часто заставляет нас думать о назначении диролептиков. Значит, дофамин или, значит, адренергическое возбуждение, нарадренергическое возбуждение. Так, значит, дальше. Ну, вот как раз то, что я говорил насчет разобщения, да, если говорить о дезинтегрированном сознании, то чаще всего есть, сейчас секундочку, есть взаимодействие между полушариями по задним отделам, и вот по передним наблюдается разобщение, если говорить о, скажем, посткоматозной спутанности сознания. Вот это межполушарное взаимодействие, мониторинг этого межполушарного взаимодействия, если бы он был внедрен, то он мог бы служить и свидетельством эффективности различных, скажем, фармакологических воздействий. Здесь мы видим, как на фоне терапии симаксом, да, вот верхний пациент выходит из состояния обнятенного сознания, дезинтегрированного у него, происходит взаимодействие между задними отделами полушария, а вот этот пациент вышел из состояния спутанного, дезинтегрированного сознания, скоростью сквозь синдрома в ясное сознание на фоне терапии симаксом. Ну, это тоже, возможно, известно вам, такое, как бы, распределение нарушения, в том числе нарушения сознания при лево-право-полушарном поражении, здесь, скорее, амнестическая амнестика, конфлиаторная спутность, переходящая в корсский синдром с наличием отсутствия на стороне пространственной амнезии будет при право-полушарном расстройстве, а при лево-полушарном будет, скорее, речь о двигательной спутности и группы гистонистических синдромов. Это вот, что касается продуктивных расстройств. Ну, если представить себе, что такое продуктивное расстройство, это расстройства, которые возникают на фоне неполной функциональной системы. Если, допустим, при нарушении сознания, физическая деятельность сознания объединяется и из него выпадают какие-то элементы, то это будут синдромы выпадения, дефицитарные синдромы. А вот, когда идет продукт, это неполная функциональная система, которая в результате образуется, вот это и будут продуктивные синдромы. И вот на фоне дезинтегрированного сознания чаще всего возникает, да, чаще всего мы видим психомоторные возбуждения, конфлигуляции, сновидные, глистоноторные, предоподобные переживания. И они встречаются в 57-79% случаев. Но, как правило, это вот в нашей клинике это будет не чистый, скажем, дейлерий, если галлюцинации, да, это, скорее всего, будет какие-то дейлерозные компоненты на фоне спутанного сознания. Ну, тут очень такая большая таблица, я постараюсь. То есть, здесь сделана попытка провести дифференциальный диагностический дифференциальный диагноз между отдельными синдромами подмраченного сознания. И вот, если, чем они отличаются, да, значит, что, скажем, по ориентировке, при дейлерии будет, скорее, аллопсихическая дезинтировка в месте времени, в энероиде еще будет еще и собственной личности. И часто будет двойная ориентировка. Сумеречное расстройство сознания, оно сложно сказать, о какой ориентировке нарушается, потому что с больным такого продуктивного контакта становится сложно, и дезинтировка определяется косвенно по поведению пациента. И при спутанности, значит, на высоте эта ориентировка будет, если возможно определить, то она будет тотальной. Расстройство восприятия. Если при дырении будут истинно изрительные слуховые лизии и галлюцинации, то при амероиде они будут фантастические, сноподобные, и часто псевдопреценатурные картины. Иногда даже их описывают как представление, даже не картины, а представление о том, что ему показывают пациенту. При сумеречном состоянии расстройства восприятия опять определяются только по внешним признакам. Если они определяются, они, скорее всего, будут редки, а тролючные. При спутанности они бледны, бедны, фрагментарны, и при некоторых видах может быть, скорее, даже не обманом восприятия, а вся психическая деятельность у больного перемещается в какой-то отрезок прошлого. И таковы, например, сборы в дорогу у пациента, со старческими, или там они ощущают себя, что на вокзале, что надо куда-то ехать, и так далее. Бред. Значит, бред у предаллирии, скорее всего, будет вторичный по отношению к обманному восприятию, то есть основанный на тех галлюцинациях, которых он воспринимает. При анероиде он очень часто первичный, часто анероиду предшествуют, вот скажем, при шизофрении предшествуют уже какие-то идеи и величия, постороннего воздействия, а в период анероида он будет себя ощущать в центре борьбы добрых и злых сил. Бред еще называется манихейским бредом. При суверечном расстройстве, вот при отдельных вариантах, бывают идеи преследования, а вот при спутанности, опять говоря, что больной бредит, надо обязательно уточнить, в чем этот бред заключается. Чаще всего это просто отражение жизни в прошлом, где он кого-то там, например, завел, там с кем-то разговаривает, что-то кому-то доказывает, но, скорее всего, просто воспроизводится какая-то ситуация из прошлого. По эмоциям, по внешнему виду, как можно определить и различить пациента. При делирии, скорее, будет тревога, страх. При анероиде восторг, зачарованность и обездвиженность. При сумечном расстройстве, скорее всего, эмоции вообще не будет на лице или будет дисфорическая эмоция. И при спутанности, если или отсутствует, или будет растерянность и характерно частая смена эмоций. И по амнезии, значит, если при делирии, значит, частичная амнезия, обычно и окружающая, и то, что воспринято, может каким-то образом частично запоминаться и потом даже забываться больным, то при анероиде эта частичность будет распространена на внешние события, а внутренние, то, что он переживает, фантастические эти переживания, он будет помнить и даже, наоборот, хорошо помнить. Более того, например, он даже был у меня пациент, который в 8-м отделении, который в течение, допустим, находился в этом анероиде, разных подробностей этого анероиде рассказал. Сумеречное расстройство, скорее всего, тотальное, и при спутанности, скорее всего, будет тотальная амнезия. Ну, здесь вот как раз по поводу происхождения слова «делирий» «безумие помешательства» от латинского, значит, еще этот термин употреблялся чуть ли не 2000 лет назад уже впервые. Но если совсем, как я говорил, совсем уточнить его происхождение, что «д» — это отделение устранения, а «лира» — это гридарь-борозда, то есть выход с борозды, по-нашему, да, слететь с катушек, то есть вообще ни о чем. Значит, «делирий» определяется как галлюцинаторное повречение сознания с преобладанием истинных, зрительных, реже слуховых и тактильных иллюзий и галлюцинаций, часто сопровождаются тревогой, страхом, образным бредом, то есть вторичным по отношению к этим галлюцинациям и двигательным возбуждением беспокойства. И соответствующие критерии диагностики, которые и включают у себя и критерии Ясперса, вот то, что мы уже говорили с особенностями, значит, преобладания и обманных восприятий, истинный характер, что такое истинный характер галлюцинации, что они, во-первых, локализуются в реальном пространстве, не где-то, а вот он может показать, откуда он слышит глаза, где он это видит, на потолке и так далее. Часто сходны с повседневными ощущениями и определяют соответствующее поведение. Черцы бывают крайне редко. Чаще всего все-таки это будут какие-то насекомые, которых он действительно, человек видел какие-то отдельные, вот скажем, при атропиновом делирии, чаще всего это отдельные мелкие такие насекомые или там какие-то частички. Значит, доминирует обязательно беспокойство, тревога, страх, и тоже это определяет такое двигательное поведение больного. И основные варианты делирия, значит, начальный, абортивный, ну, конечно, начальный абортивный, это, скорее всего, речь идет не об обращенном сознании, а в принципе это предделирий. А вот развернутый делирий, дальше вот еще выделяют профессиональный эмасситирующий, здесь тоже не совсем, думаю, правомощно называть это состояние делирии, потому что профессиональный делирий, это уже носит характер спутанности, о которой она говорила, это кусочек из жизни его обычной, или в прошлом, да, вот он, допустим, мясник рубит мясо в момент делирия, но это как раз оживляется какой-то кусочек из его жизни прошлого, он не по-настоящему все это воспринимает, а это оживление какой-то картинки прошлого. В этом смысле это уже делирий, повроченное сознание, перешедшее в спутанность, в амнистическую спутанность. И аушмасситирующий делирий, это вообще, скорее всего, это уже такой переход в гиперкинетическое состояние, даже, ну, его называли в психиатре гиперкинетический сопр, то есть с бормотанием, с обиранием, по сути дела, или вот еще называли состояние аминции, да, то есть это явно уже не делирия, а скорее спутанность. И вот если посмотреть, сколько бывают делирии, выделяют, то все они, почти практически все, они оказываются не делирием. Мне особенно вот нравится, например, это я вот скачал из интернета, 27 вариантов делирии, да, мне особенно нравится вот этот, например, делирий без делирии, да, ну, давайте, давайте, эпилепсия без эпилепсии, депрессия без депрессии и так далее. Вот, и причем серьезно обсуждается, что вот, есть такое, ну, если нет делирия, то почему это делирий тогда? Вот, сознание без сознания, Это очень сложно. Другое дело, что, да, вот этот вот делирий с бормотанием, то, что я говорил, да, в общем-то, или еще есть, конечно, когда идет по происхождению, да, по происхождению, это еще можно сказать, вот, эпилептические делирии, там, травматические, форматогенные, там, старческие, сосудистые, ну, вполне можно себе представить, но это по происхождению. А вот по клинической картине, вот еще мне очень нравится, делирий люцинный, это что такое вообще, да, то есть делирий, в котором нету галлюцинации, основного признака делириозного помрачения нет, вот, ну, еще и делирии вот истерические, тоже, ну, как-то себе сложно представить. Анороид, да, ну, здесь все проще, это сновидение, сновидное нарушение сознания, еще можно назвать грезоподобное помрачение сознания с преобладанием фантастических, сноподобных, часто псевдогаллюцинаторных, подстроенных, демонстрированных, в отличие от истинных галлюцинаций, да, скорее всего, псевдогаллюцинации, это когда они не реально воспринимаются, ощущаются как чуждые, как кем-то подстроенные, демонстрируемые, и более того, вот эти образы, они будут не локализуются не в реальном пространстве, а в фантастическом пространстве, в котором реально больной воспринимать не может, в потустороннем мире, в космосе и так далее. Значит, часто сопровождается восторженностью, зачарованностью, ощущением себя в центре борьбы сил добра и зла. Конечно, здесь, как и всех, при всех помраченных сознаниях, есть критерии Ясперса, особенности здесь вы видите, да, вот особенно двойная ориентировка. Вот, значит, и вот тоже гипермнезия на фантастические переживания, то, о чем я говорил, вот этот частый такой компонент делирия. Да, значит, вот такие именно псевдоглюцинаторные, подстроенные, демонстрированные обманные восприятия, может сопровождаться бредом величия, особого предназначения, воздействия. И внешне, внешне можно его определить, что вот он оцепеневший, то есть, с выражением восторга на лице, с зачарованностью. И варианты, значит, варианты, это уже выделенные психиатром, Снежневским в частности, грязоподобный, фантастический, иллюзорный, вот, то, что преобладает, да, вот, псевдогаллюцинацией или вот представления фантастические. И может быть экспансивный, депрессивный, то есть, быть экспансивный там, где он спасает, допустим, весь мир, да, а депрессивный, он самый большой грешник, и так далее. Сумеречное состояние сознания. Это поморочение сознания с преобладаемым автоматически выполняемым, производящим впечатление целенаправленной деятельности, на период которой не остается сколько-либо отчетливых воспоминаний. Значит, критерии Ясперса и здесь применимы, вот, сужение восприятия, мышления на фоне внешнеотносительно порядочного поведения. Значит, и вот это вот сужение восприятия, то есть, он вроде бы, пациент действует, производит впечатление, его действие, поведение, производит впечатление целенаправленной. Даже окружающие, не все могут заметить, что он находится в состоянии солнечного сознания. Он может оказаться за то время, пока находился в этом солнечном состоянии, проехав достаточно большое количество времени. Сейчас вот эти солнечные состояния с последующей еще амнезией описываются в этих антропогенных психозах, которые описывают Кекелидзе, да, когда вроде бы он подозревает, что какое-то совершается воздействие, может быть, фармакологически наливает водку там, либо с кофелилом, либо с чем-то, вызывает эту тотальную амнезию пациента. И в солнечное состояние, где человек обнаруживает себя вдруг на дороге, там, или около дороги, и не знает, где он, что он и как он. То есть, не только в солнечное состояние, но и с выходом через тотальную амнезию. Значит, доминирует при этом безразличие, ну, может быть, дисфория и агрессия, особенно при вариантах, которые галлюцинаторно-бредовом варианте, но он крайне редок. Галлюцинаторно-бредовый вариант, где описывается, что он видит преследователей, какую-то кровь, на кого-то бросается. Вот, и защищается, или там кого-то, кого-то спасает. Чаще всего, основной вариант это люцидное в виде аблатурного автоматизма. И, наконец, спутанное сознание. То, что у нас в нашей клинике преобладает, значит, преобладает бессвязанность различных психических процессов, и не только радиаторных, речевых, двигательных, но и эмоциональных, мистических, перцептивных. Конечно, здесь доминирует растерянность, недоумение, смена аффекта, стереотипное беспокойство. Обман и восприятие чаще фрагментарны, значит, воспроизводятся ситуации из прошлого, привычные обстановки и действия. Ну, не только привычные, но очень часто именно воспринимаются какие-то очень эмоционально значимые эпизоды в жизни, не просто какая-то рутина, а вот именно где-то одна пациентка, которая от нас выписалась, я ее смотрел в 11-й больнице, сосудистая пациентка, она смотрит в окно, а там действительно какой-то пожар на территории больницы, это ей не казалось. Она видит этот пожар. Ну, как она его трактует? Она говорит, ага, приехали, значит, ну я все уже спрятала, у меня ничего не найдут. То есть она видит никакого пожара, потому что приехали к ней проверять, хотя это все было на территории больницы. Ну и по поводу психофармакотерапии, вот этих состояний. Я показываю этот слайд, и вот еще, еще раз и еще раз. Надо всегда помнить о том, что наши больные тяжелые, даже после черепно-мозговой травмы, они при проведении психофармакотерапии, получение нежелательных, негативных эффектов психофармакотерапии, может быть даже вероятность этого, может быть больше, чем позитивных эффектов. Вот, до 54% при использовании традиционных средств, нералептиков, антидепрессантов, транквилизаторов. И только у наотропов и у антиконвульсантов ситуация немного лучше, но немного лучше. Смотрите, побочных эффектов тоже достаточно много. Вот, готовясь к этой лекции, как бы не смог себе отказать в том, чтобы у моего тезки Олега Семеновича Новужелевина подсмотреть принципы фармакотерапии. Что важно, чтобы не было этих, чтобы не нарваться на эти, на все побочные эффекты. Применять только хорошо проверенные, хорошо изученные лекарственные средства, представлять себе ожидаемый клинический эффект, соизмерять ожидаемый клинический эффект и возможные побочные действия препаратов, следовать от более безопасных к более эффективным. Вот это очень важный такой момент. Мне кажется, не сразу достигать эффекта. У аниматологов хочется сразу достичь эффекта, сразу там спасти больного от возбуждения, от всего остального. Не думаю о том, что возбуждение иногда бывает прогностически благоприятным, и иногда больной должен свое от возбуждаться. Значит, предоставить препараты достаточное время для проявления своей эффективности. Предусмотреть возможность лекарственного взаимодействия, но это, как правило, предусматривается. Мы стремимся к максимально простой смене лечения, проверять осторожность при лечении детей и лиц пожилого возраста. И вот здесь не только допустимо использовать плацебо, здесь в реанимации, скажем, плацебо нет, но и не следует допускать эффекта ноцебо. То есть, заранее, если вы уверены в неэффективности этого препарата, надо себя, свои эмоции, свои представления, здесь немножко для того, чтобы оценить его действие. Здесь немножко тут имеется в виду уже плацебо и ноцебо для самого врача, который назначает. Ну, здесь вот еще можно сказать, вот те принципы, которые мы в 2002 году с Тамарой Амприминой формулировали, это адекватность выбора препарата, дозировки путеведения, учет возможных сопутствующих эффектов, постепенное наращивание дозировок, предпочтение минимально эффективных доз, чтобы именно попасть в терапевтическое окно, не попадая в окно побочных эффектов препарата. Комплексность лечения, одновременно назначение препаратов и немедикаментозность, в частности, психотерапевтического воздействия и непрерывность воздействия, вот в частности, если продуктивных, расстройство до полного эскупирования. И даже несколько дольше, потому что очень часто бывает, что если раньше времени не отменишь, то они могут вернуться. Если еще, короче, определить, что с больным, решить или не лечить психотропными средствами, выбрать препарат и определить стратегию. Известный пациент, да? А, известные люди? Нералептики, да? Вот, еще раз я их всех тут привел, но вот важно, что у нас появились, слава богу, атипичные эти нералептики, которые в меньшей степени имеют побочный эффект. И вот, смотрите, если лечить типичными нералептиками, аминозином, галлоперидолом и так далее, вот любимым вами галлоперидолом, то вот эффект побочный, вероятность побочных эффектов больше, чем позитивный. И только если мы переходим на атипичные нералептики, вот респалепт вместо галлоперидола, там, сироквель вместо аминозина уже, слава богу, сейчас перешли мы, азолептиин, то тогда уже становится ситуация гораздо более приемлема. О транквилизаторах. Вот транквилизаторы тоже можно выделить, бензоизепиновые и другие. Конечно, в реанимации больше, эффективнее, быстрее эффект достигнется, достигнется бензоизепиновым препаратом. Но если можно их избежать, например, вот фенибуты, да, большие дозы, то смотрите, что происходит. Если брать типичные бензоизепиновые препараты, которые мы очень любим, быстро достигается эффект, то опять мы видим, что вероятность практически одинаковая получить лечебный и побочный эффект. В то время как не бензоизепины, в частности фенибут, большие дозы, вот будут давать вот такие соотношения, 63 и 16, гораздо более приемлемые, чем при использовании бензоизепиновой. А эти наши данные, или датурные? Вот эти, вот это вот мои данные, да, это наши данные, нашим институтом, за много лет, это там тысяча щенокурсов мы проанализировали и получили такие данные. Зарубежные вот этим данным мне противоречит. Я как раз с удовольствием каждый раз смотрю, действительно, вот и атипичный энеролептик надо использовать, и все, и радует, что бензоизепин уже отживает, слоев. Если не бензоизепиновые, еще стризам сюда можно добавить, афобазол, значит, сюда же можно добавить, сейчас будет появляться, и уже появился, скажем, у нас в киоске, в аптечном, Силанг, то есть это вот та же фирма, которая сделала Симакс, да, которая улучшает выход больного из путанности, сделала препарат Силанг, который обладает транквилизирующим действием. Противосудорожный, известный вам. И тут, конечно, барбитураты, сейчас, секундочку, барбитураты, которые дают 42-43% побочных эффектов, нежелательны крайне. У других побочные эффекты вполне приемлемы. Но если говорить о, вот, скажем, эффективности препаратов вот в нашей клинике, при, скажем, очаговых повреждениях мозга, то здесь все-таки, вот, препараты, скажем, карбонезепин и ламутрижин будут эффективнее вольппаратов. Вольппараты только будут эффективны при агрессии, если он не назначается по поводу агрессии. Если назначаются по поводу всяких судорожных судров, они будут менее, менее адекватны. И только в сочетании с ламутрижином они будут более эффективны с точки зрения, скажем, лечения посттравматической эпилепсии. Это совсем новые данные. И вот, наверное, метаболические препараты. Вот видите, сколько их, они не все совпадают как раз с зарубежными нашими коллегами. Эти все, это все можно будет, лекцию я оставлю, значит, ее можно будет, значит, на сайте, на сайте это можно будет посмотреть. вот здесь тоже надо всегда помнить, что есть препараты наиболее эффективные, но и как бы наименее безопасные. на тропил, на тропил, на реметин, на кон, в то время как более безопасные препараты, кортексин, фенибут, семакс, пантагам, в основном наши препараты, поэтому в зарубежных метабзорах вы их не найдете, но они гораздо безопаснее, а эффективность их ненамного меньше. И, может быть, надо начать с них. И вот, если говорить о помраченном сознании, совершенно незаменимый препарат, фенибут, на мой взгляд, вот, очень неплохой пантагам, если там нет резкого возбуждения, ну, естественно, сема. И вот предлагаю эмпирический алгоритм лечения синдромов помраченного сознания, который вот вчера решил сформулировать. Первое. Установить и попытаться устранить или ослабить причину помрачения сознания. Среди этих 27 видов делирия где-то 5 касаются лихорадочного делирия. Либо перед повышением температуры, либо во время температуры, либо при хитическом снижении температуры. То есть, иногда не обязательно сразу назначать нейролептики, а попробовать установить и попытаться устранить, ослабить причину помраченного сознания. То же самое, что вы уже делаете, там, снять отек мозга и так далее. Значит, выбирать основной начальный препарат, имеется в виду психотропный, в зависимости от вида помрачения сознания. И вот начать седативных ноотропов и потом переключаться на тринкулизаторов может быть лучше даже не бензоизепином, при возможности при делирии испутанности сознания. Нейролептики, конечно, при анороиде будут первыми препаратами. И при сумечном состоянии это скорее будут антиконгульсанты. И только вторым темпом уже можно думать о более сильных препаратах. И предпочитать наиболее безопасные, например, атипичные инеролептики, сироквери и респалет. То есть даже не самые эффективные. Вот галлоперидол и залептид, они будут более эффективны, но побочные эффекты мы потом будем, если не вы, то мы уже в отделении травмы будем с этими побочными эффектами долго разбираться. Да, и очень важно, четвертый пункт, на мой взгляд, это дождаться появления основного лечебного эффекта. Очень часто мы назначаем препарат, особенно в реанимации, а он неэффективен. Вот давайте еще галлоперидол, давайте еще. Значит, при этом мы работаем не препаратом, не собственным антипсихиотическим действием препарата, мы работаем его побочным эффектом, седативным. Или не седативным. Достаточно, недостаточно. Если так, то скорее, если седация, просто нужно седацию, тогда лучше пойти более безопасно, скажем, беззапинными средствами, а иногда даже и скажем, тем пенталом, другими препаратами. И только при отсутствии появления основного лечебного эффекта, вот лечебный эффект, основной антиролептика, он наступает часто через, в лучшем случае через 3 дня, бывает, что и через неделю антипсихиотического эффекта. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok